Если мы смотрим на мир, если мы видим те технологии, которые есть в неких зарубежных странах, я сейчас не буду называть конкретику, то эти технологии не дешевые очень. И не все могут себе их позволить, конечно. Вот совершенно верно. Не все их могут позволить. Но для меня страшнее вот что, что мы вообще все сводим к технологиям, что мы сейчас на науку смотрим только с точки зрения вот этой технической стороны вопроса и прибыли. И я очень часто слышу, а какая польза от вас литература ведов, какая польза от вас историков, ну история еще ладно, это политика направленная в прошлое, какая польза вообще от всего этого гуманитарного направления, если... Один вред. Да, ну Оскар Уальт еще говорил, что всякое искусство совершенно бесполезно, поэтому все это понятно, конечно. Но давайте мы будем развивать только то, что вот можно тут же поставить на поток. А что мы создаем? Мы создаем эти айфоны, айподы, да, это все космическими... Перепроизводственные технологии, да, которые можно было использовать все на другие вещи. Перепроизводственные технологии у нас это все замечательно развивается. Но давайте посмотрим, на что обращает внимание человек, который вот сидит в этом дорогущем айфоне, айподе, что он там читает в интернете. Это действительно интеллектуальный человек или это вот некий такой, знаете, у меня прообраз возникает с замечательной совершенно повестью Айзека Азимова, прочитайте обязательно, профессия. Это дети, которых загружают программами, то есть им сканирует мозг. И, кстати, эта повесть у нас имела в Советском Союзе радиоспектакль, то есть она имела радиопостановку. Это удивительная совершенно действительно вещь, тема образования, на что работают технологии. Вот детям сканируют мозг и, значит, смотрят, что у этого хорошие зоны мозга для того, чтобы мы быть биологом, а у этого замечательная зона мозга для того, чтобы мы быть технарем, грубо говоря, чтобы быть инженером, а вот этот будет химиком, а вот этот, да, а этот, может быть, будет хорошим кулинаром, поваром. Ну, давайте им, значит, загружать сразу программы. И они ничему не учатся, они ничего не осознают. А зачем, если вот есть программа, и эту программу в голову закладывается, и все, и человек сразу все знает и все может. И вот я сейчас это вижу от наших современных школьников. Идеал такого пассивного подхода. Зачем нам учиться, если все есть в интернете? Зачем? Интернета, это вынесенный волне голос. Вот у нас технологии, у нас, да, это внешняя память. Вот у нас есть, что называется, современные технологические айфоны, айподы, подключение онлайн. Мы все можем там посмотреть, мы не будем ничего мучиться. И вот в чем логика, и в чем, как бы, смысл и вывод Азимова. Он находит среди вот этих вот своих героев, ну, буквально там 2% людей, склонных к самостоятельному мышлению. Их, что называется, вычленяют в изоляцию социальную. Это люди, которые сидят с книжками, которые не хотят, значит, чтобы им ставили эту программу. Вернее, как, ну, там, врачи говорят, да, на этот мозг нельзя ставить программу. Это те, кто создает программы. Это элита. Люди, которые учатся сами. Которые сами всего достигают по книгам. Вот это мысль, над которой я хотела бы, чтобы наши дорогие зрители подумали. Подумали и, может быть, перечитали повесть Азимова «Профессия». Это последнее испытание, которое ты с блеском выдержал. Постой, Омани. Я не до конца понимаю, о каком испытании ты говоришь. Мы умеем анализировать интеллект и определять, что вот один человек может стать приличным архитектором, а другой хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. Есть несколько довольно простых способов, позволяющих распознать тех индивидуумов, которые, может быть, способны. О них сообщают еще в день чтения. Так сообщили о тебе, когда тебе едва исполнилось восемь лет. Значит, за мной следили все эти годы? Конечно. Чаще всего в день образования. 99,9% людей не оправдывают ожиданий. Ты оправдал. Поэтому тебя поместили сюда. Но и здесь, в приюте, происходит отсев. Некоторые смиряются с тем, что они в приюте и не пытаются что-либо предпринимать. Читают, думают, думают, читают. Впоследствии такие становятся дипломированными социологами или психологами, как Инженеску или я, Омани. Нам пришлось пройти зарядку. Мы, так сказать, второй эшелон. Омани! А кто же первый? Тот, кто не желает смириться. Быть может, это жестокий метод, но он оправдывает себя. Нельзя же сказать человеку, ты можешь творить. Так давай, твори. Гораздо важнее подождать, когда он сам скажет, я могу творить и я буду творить. Хотите вы этого или нет? Есть около 10 тысяч людей, подобных тебе, Джордж. И от них зависит прогресс полутора тысяч миров. Мы не можем себе позволить потерять хотя бы одного из них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!